Приветствую вас, дорогие друзья! Я решил сделать этот гайд по самому сильному билду волшебницы в Diablo 4. После всех проведенных тестов стало достаточно очевидно то, что наилучший баланс по наносимому урону, выживаемости и скорости достигается в билде с основным умением Blizzard. И этот билд основан не на повреждении врагов при помощи, собственно, самого Blizzard, а на убийстве их за счет сосулек, которые у нас устанавливаются в амулет и в дальнейшем наносят врагу колоссальный прямой урон. Как этот билд управляется? Давайте начнем с этого. Самый, наверное, простой в управлении билд. Вы нажимаете правую кнопку мыши и вызываете Blizzard. Чем больше Blizzard в одной точке, тем больше враг получает урона. Вам необходимо нажимать на 5 навыков, установленных на вашей панели, через каждые 3 секунды. Таким образом вы сможете стабильно поддерживать на своей волшебнице барьер. Как только вы видите, что снялась защитная пленка, вы нажимаете на любой из скиллов, можно нажимать их по очереди, и у вас образуется барьер. За счет этого ваша волшебница никогда не будет умирать и будет полностью неуязвима от урона ядом и периодического урона тьмой, поскольку данные типы урона не наносят вам никаких повреждений до тех пор, пока у вас есть какой-то барьер. Барьер этот образуется за счет того, что вы прокачиваете пассивное умение волшебницы защита, вкладываете в него 3 очка, и при нажатии на любой из скилл с кулдауном на 3 секунды вы получаете, соответственно, барьер. Это не отменяет необходимости набирать броню, защитный параметр, который отвечает за сопротивляемость физическим повреждениям, и не отменяет необходимости набирать сопротивляемости, которые отвечают за сопротивление всему, что не является физическим бредом. Прежде чем мы перейдем к деталям этого конкретного билда на Близзарде и Сосульках, я хочу дать несколько полезных советов, которые пригодятся для любого билда волшебницы в данной игре. Начнем мы с трюков, которые позволяют восстанавливать ману. Обратите внимание на эту пассивку. Здесь написано, что холодный урон по уязвимым противникам имеет шанс сгенерировать ману. На самом деле, любой урон позволяет вам пользоваться данной пассивкой. Даже если в вашем билде нет никакого холодного урона вообще, вы можете вкачивать эту пассивку и получать ману. Все, что вам для этого нужно, вложить сюда 3 очка и убедиться в том, что ваше умение имеет высокий шанс удачного удара. По сути, все умения волшебницы, за исключением умений призыва, это Гидра, Клинки и Копье Молнии, имеют достаточно высокий шанс удачного удара и смогут вам генерировать ману. Кроме того, вы можете использовать в любом совершенно билде генерацию дополнительной маны за счет вот этой пассивки Fire Research, и также увеличивать свой урон за счет этой пассивки. То есть вам совершенно не нужно использовать какие-то огненные умения, чтобы здесь увеличить урон или здесь увеличить регенерацию маны. Все, что вам нужно для использования данных пассивок, это поставить филот зачарования Fire Bolt. Кроме того, вы сможете использовать в ваших досках парагона различные усиления, связанные с уменьшением урона от охлажденных противников и горящих противников. Обратите внимание, у меня на 27% уменьшен урон от врагов, которые немножечко заморожены. Да, Чилд, это охлажденные слегка враги. Все, что я сделал, я поставил сюда глиф, который на 125% увеличивает эффект желтых узлов. Это желтый узел, он у меня запитан, глиф максимально прокачан, и поэтому на 27% весь урон противников по мне уменьшен. Каким образом это можно применить на билде, который не использует никакого охлаждения? Скажем, если бы я играл не на Близзарде, а на Молниях, все, что бы мне нужно было для этого сделать, это поставить Frost Bolt в слот зачарования. После этого любой мой скил, включая скил Молнии или скил Огня, начинает замораживать врагов, и, соответственно, урон от всех врагов уменьшается. Ну, давайте вернем обратно клинки, которые используются в моем билде, и посмотрим, каким образом мы сможем получать аналогичные приколы с уменьшением урона, связанные с Огнем. Вот, вы видите, что на 22% уменьшается урон по мне от всех горящих противников. Я также сюда вставил глиф, который на 125% увеличивает эффекты всех желтых узлов. И, соответственно, за счет этого глифа весь урон по мне сильно уменьшен. Эта штука еще полезнее, поскольку работает на боссов. Боссы не будут считаться охлажденными противниками до тех пор, пока они не упадут в состояние стаггера. Это когда вот эта вот бирюзовая полоска под здоровьем боссов дотекает до конца. Вот до этого самого момента они не будут считаться охлажденными. Но горящими они будут считаться стабильно. Так же, как и любые другие противники. Для этого все, что вам нужно сделать, это поставить Fire Bolt вот в этот слот. И даже если ваш билд не использует никакие огненные навыки вообще, вы всех будете поджигать, от врагов будет уменьшаться урон, и вы будете генерировать дополнительную ману, и также вы будете наносить увеличенный урон всем врагам. Следующий трюк, о котором я расскажу, это пассивка Свирепость Есу. Эта штука работает на все умения в игре. Да, именно так. То есть вы не должны никого поджигать, вы не должны использовать навыки Пиромантии. Просто любые умения получают этот бонус. Сама по себе эта штука не выглядит очень сильной. Но когда вы посмотрите на аспект Древнего Пламени, который увеличивает скорость атаки на 50%, вы поймете, что ключевая пассивка Свирепость Есу является абсолютно безальтернативной в любых билдах волшебницы. Кроме того, ее можно снапшотить. О снапшотах мы сейчас с вами и поговорим. Снапшот — это механика, которая позволяет вам получить большее количество бонусов, или позволяет получить те бонусы, которые вы не должны были получать. Каким образом снапшот работает? Для этого нам понадобится два одинаковых аспекта. Один сильный, другой слабый. Слабый аспект будет установлен в тот предмет, который мы носим на постоянной основе. А сильный аспект будет установлен во временный предмет, который мы будем надевать, чтобы бафаться, усиливать своего героя. Итак, вот у нас слабый аспект, установленный в постоянный предмет. И сильный, более сильный аспект из 75% установленный во временный предмет. Для того, чтобы получить вот этот усиленный бонус, нам необходимо, не надевая предмет со слабым аспектом, надеть предмет с сильным аспектом, а затем зайти в то подземелье, где мы хотим использовать механику снапшота. Ну вот, например, локация Лили для этого вполне подойдет. Мы попадаем в эту локацию, проходит загрузка, и после этого мы должны надеть тот предмет, который мы будем носить на постоянной основе, содержащий тот же самый аспект. Вот эти перчатки, я их надеваю, и сейчас вы видите, что на мне надето два одинаковых предмета, и серым помечен тот предмет, который я надел вторым. Итак, сейчас игра запомнила, что у меня был надет этот аспект и активировала для моей волшебницы бонус 75%. Сейчас я снимаю этот амулет, и бонус на самом деле сейчас составляет 75% к скорости атаки. Это работает с большинством других аспектов в игре. Не только с этим, но вы понимаете, почему данная ключевая способность, свирепость эсу, является почти безальтернативной для любого пилда. То же самое я мог бы провернуть с двуручным посухом, и получил бы не 75% скорости атаки, а 100% скорости атаки. Естественно, вам стоит иметь в виду то, что не всякий аспект можно таким образом снапшотить, и не во всяком слоте. Например, если бы аспект свирепости эсу стоял бы у меня в оружии или в фокусе, то я не смог бы снапшотить с использованием двуручного оружия. Поскольку если я возьму двуручный какой-то аспект, и потом поменяю на одноручный, то никакого снапшота не произойдет. Также можно получать бонусы от вещей, которые у вас вообще не прокачаны. Самый простой пример это защитная ключевая способность, мастерство выра. Существует аспект вот такой вот мейдж лорд, который усиливает данную ключевую способность. Он будет работать, даже если самой ключевой способности нет, но она у вас была на момент захода в данж. То есть для этого мне нужно заходить в данж, активировав вот эту штуку и надев на себя какой-то предмет с данным аспектом. Лучше всего амулет, потому что в амулете свойство будет еще увеличено в полтора раза. Вы заходите в данж, применяете любой скилл молний, снимаете этот предмет, он вам больше не нужен, и пассивку мастерство выра вы убираете и ставите свирепость эсу. Таким образом вы получаете бонус сразу и за мастерство выра, и за свирепость эсу. Ну и естественно бонус за мастерство выра вы еще можете заснапшотить тем образом, который я вам показал. Я предлагаю пойти и посмотреть наносимый урон этого билда на Уберлилит, поскольку данный билд волшебницы является в том числе лучшим для убийства одиночных противников. Если вы сражаетесь с боссами, имейте в виду, что против большинства боссов вам не нужна высокая броня, поэтому можно штаны с броней поменять на штаны Типо. Таким образом защитные характеристики нашего героя радикально снизятся, но зато урон вырастет на 40% после совершения телепортов и прожатия пламенного щита. Итак, вместо предполагаемого появления ливит мы можем сразу прокинуть огромное количество обилок. Мы делаем постоянно перекаты. Перекаты нам нужны для того, чтобы активировался бонус спасинок ЕСУ. Я кидаю огромное количество сюда Близзардов, и лилит просто сразу умирает. Вот. Теперь мне необходимо прожать инвулу для того, чтобы она меня не сожгла, и, собственно, мы наслаждаемся ее анимацией. Вот с такой скоростью происходит уничтожение лилит в первой фазе. Ну и во второй фазе вы видите тоже, что она довольно быстро уничтожается. Но дальше нужно заниматься танцем на платформах. Не все любят это делать по понятным причинам. Я тоже не самый лучший танцор. И, как вы видите, плохому танцору всегда что-то мешает. Под этим видео вы найдете ссылку на билд-планер, в котором подробно сможете рассмотреть билд. Я не вижу смысла озвучивать вслух то, что вы совершенно спокойно можете в билде посмотреть, потому что в любом случае для полноценной вдумчивой сборки надо лезть в планер и внимательно смотреть, как раскиданы все эти очки. Я настоятельно рекомендую вам поставить английскую версию игры, поскольку для русской версии игры никаких скилл-планеров не существует. Но если вам пока что тяжело в английском языке ориентироваться, я оставлю под гайдом ссылочку на таймкод с моего стрима, где я играю на русской версии игры, открываю свои параконы, вещи и прочее, и показываю все на русском языке, рассказываю. Но, конечно, гораздо быстрее и лаконичнее будет посмотреть по англоязычному планеру всю, собственно, суть этого билда. Что касается сезонного паучка, то здесь мы выбираем способность буря Тимпест, поскольку она срабатывает чаще, чем все остальные атакующие умения. Мы привязываем к буре бонус плюс 4 к скиллам, которые можно получить только с босса Малфаса, плюс 15% шанса крита и получение 20 единиц маны при атаке противника этой самой бури. Вторую способность мы ставим в выплеск Адлинарина, поскольку он позволяет на 50% увеличить силу вашего героя-волшебницы, причем бонус мультипликативный, то есть очень хороший. Собственно, мультипликативным он является изначально, а усиливаем мы его таким образом, поскольку мы ставим сюда Генезис, который тоже выпадает только на Малфасе. Дюрейшн Саппорт продлевает на 4 секунды длительность навыка, а Тактикл Саппорт уменьшает его кулдаун. За счет этого бонус активен на вашей волшебнице, будет перманентно. То есть кулдаун будет 12 секунд и продолжительность тоже 12 секунд. Что касается вещей, которые мы используем, Glacial Aspect обязателен, поскольку на нем основан билд. Кольцо Иксфала мало того, что уменьшает все кулдауны, которые важны для того, чтобы вы оставались в живых и постоянно прожимали активные кнопки. Кроме того, здесь есть нанесение прямого урона при использовании урона периодического. Периодический урон у нас есть, поскольку в слоте зачарования стоит Firebolt. За счет этого кольцо Иксфала срабатывает и выдает криты по 3 миллиона урона с каждого тика горения. То есть вы атаковали противника при помощи Близзарда. Близзард вызывает поджигание. И поджигание наносит в течение 8 секунд 8 тиков, каждый из которых может спровоцировать колоссальный урон от этого кольца. Смысл нашего доспеха в том, что он группирует мобов в кучу, наносит помимо этого урон и кроме этого он их оглушает. А оглушение является триггером для различных глифов парагона, которые в свою очередь увеличивают урон по противнику. Ботинки Есу требуют от вас постоянно кувыркаться. К сожалению, использование аспекта Джиггернаут продлевает в два раза кулдаун кувырка. Но даже несмотря на это, аспект Джиггернаут более предпочтителен, чем аспект непослушания Дизобидиенс. Потому что Дизобидиенс надо настакивать. И до тех пор, пока вы не нанесли врагу какой-то урон, на вас не будет брони. Соответственно, возможна ситуация, что вы выходите за угол, да, вы шли-шли-шли, монстров не было, зашли за угол, получили ваншот от какой-нибудь палисты. Поэтому Дизобидиенс не так хорош, как Джиггернаут, который защищает вас постоянно. Имейте в виду, что этот аспект показывает ваше значение брони только когда вы вышли из города. Когда вы в городе, у вас значение брони будет без бонуса от данного аспекта. Что касается ботинок Есу, они бонус к риту тоже не показывают в городе. Вам нужно выйти из города, после этого сделать кувырок, зайти в ваши статы и посмотреть, какой у вас шанс критического дара. Это важно. Аспекты Stormswell и Shredding Blades работают только на уязвимых противниках. Существует два способа наложить на врагов состояние уязвимости, для того, чтобы эти бонусы к урону эффективно работали. Способ первый используется в моем билде. Это совместное применение копья молнии и ледяных клинков. И то и другое умение накладывают на врагов состояние уязвимости. Способ номер два, который тоже можно использовать. Вы ставите в слот зачарования не ледяные клинки, а умение Frozen Orb. И забираете вот отсюда три очка, и прокачиваете узел Frozen Orb, который делает врагов уязвимыми в течение двух секунд. Этот способ наложения уязвимости нравится мне меньше, поскольку срабатывает чуть реже, чем клинки. Он более эффективен для поражения толп примитивных монстров. Но если вы хотите стабильно поддержать уязвимость на элитном противнике или боссе, мне значительно больше нравятся клинки, поскольку время действия уязвимости от клинков составляет 6 секунд с данным аспектом. Клинки чаще всего вызываются парой, поскольку вы используете слот зачарования, который дополнительно генерирует клинки за поражение скиллов с кулдаунами, которых у вас аж целых 5 в билде. И кроме этого, здесь возникает синергия с умением Consurrection Mastery, которая, в свою очередь, дает 3% урона мультипликативно за каждые клинки или каждое копье, которое вы вызвали, включая те, которые вызываются из слота зачарования, естественно. Не принципиально, какие камни вы куда вставляете в билде. Единственное, что, наверное, важно, это вставить красные камни во все предметы вашей брони. Что касается ювелирки, вы смотрите, каких вам не хватает сопротивляемости и вставляете не даймонды, а именно те камни, которых вам не хватает для закрытия сопротивляемости. Например, в моем билде не хватает для того, чтобы закрыть сопротивляемости одного фиолетового камушка, одного зеленого камушка, и, возможно, вам понадобится один красный камушек. То есть целесообразно вставлять именно так. Но сюда я поставил в гайде даймонды, алмазы, потому что они соответствуют сопротивляемостям всем стихиям. Что вставляется в оружие непринципиально, поскольку бонусы как за зеленые, так и за голубые камни незначительные, они аддитивные, их очень сложно почувствовать. По статам предметов я здесь все подробно расписал, что желательно собирать. Если не получается собрать вот такой оффхенд, чародейский фокус, я отмечу, что также полезные будут бонусы увеличения удачного удара, Lucky Hit Chance, и бонусы, которые дают вам какие-то защитные характеристики. Например, уменьшение урона от горящих противников. Здесь я указал в качестве более предпочтительного уменьшения урона от противников, которые находятся не в ближнем бою. Distant enemies это не в ближнем бою, значит. Поскольку уменьшение урона в ближнем бою у вас будет, по сути, получено на халяву за счет использования вирмастере и соответствующего аспекта на вирмастере, который вы можете снапшотить. В принципе, это все. Остальные детали внимательно посмотрите по ссылке в описании видео или в англоязычном планере, или по ссылке на моем стриме, где я все разбираю на русском языке. А вот все глифы парагона, можно посмотреть, как они установлены и каким образом, в каких досках они используются. Желаю вам удачи. И поставлю в конец видео прохождение сотого данжа на Близзард Сорке, ну, просто как справочный материал. До встречи на стримах, друзья. Счастливо. Счастливо. До встречи на стримах, друзья. До встречи. Счастливо. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...